Ну что ж, всем привет, и сегодня у нас на пометке, я уже выкладывал лайк на пост, смотрите его в группе, и я в группе выкладываю информацию о том, какие видео будут выходить, сколько видео выйдет, и буду предупреждать, если что-то в моих планах и общениях меняется. Завтра, я думаю, снимать видео по NHL SuperCard K18, ну вот, игра сама включила, мы посмотрим Boston Bruins против сборной Чехии, но позвалим сначала матч, а потом уже там, пусть играет, сначала я расскажу о том вообще, что тут есть. Здесь игра может быть без доната, то есть ты просто за просмотр видео открываешь новые решимы, открываешь новую команду в быстрой игре, если тебе хочется там по фану сыграть, или просто, ну не знаю, такой интересный матч сделать. Я лично буду ещё заняться тем, что разблокирую всё, ну, режим я вообще разблокировал, кроме Winter Classic, не, Open Air Classic, да, Open Air Classic, это матч на открытом воздухе, хочется этот режим открыть, там, думаю, интересно будет. Что ж таки, не на стадионе играешь-то, а вот именно. Вот такой вот тут стадион, компания GeneWorks, есть и теннис, и хоккей, и баскетбол, и футбол, то есть да. Ну, про Энхелл там пока ж мне нечего снимать, но, может быть, даже сегодня выйдет, я вот не знаю, не завтра, завтра думаю. Завтра заберу награду. Я решил играть за одного игрока, вы прям его увидите там. Ну, если меня, конечно, опять не обманутся, вот 1-0 уже, Бостон открывает что-то в матче, но я думаю, в общем-то, что я с ней буду смотреть, мы так отойдём, выйдем, и потом начнем уже играть сами. Сегодня я думал сыграть 3 матча в длинном сезоне, это ещё он Энхелл, и... Да, конечно, логотипы тут другие, но вот флаг Чехии у сборных свои флаги всё-таки есть. Ну, а у Эмблемы клубов, конечно, тут нету, к сожалению. Ну, а такие вот тут челочки-игроки. Я лично придумываю названия, придумываю звенья, то есть этой информации нету, это просто я лично сам придумываю, поэтому, если вы просите имена какие-то, то, типа, не говорите, что это вот именно вот это вот. Вы сами можете придумывать, это чисто я делаю так, чтобы мне было удобнее говорить, кто забрасывает, как там, кто играет. А то же, значит, ну, иначе не будет стоим-таки сложно. Центральный игрок, задний игрок слева, задний игрок справа, левый, правый. Не, это неудобно. Удобнее игроки. Я вот нажиму на паузы и расскажу расстановку. Коман-то бейх, кто на воротах и так далее. Ну. Насчет названия, да, все-таки. Я вот не знаю. Писбург фэн. Три тысячи, ну. О, да паузы, какой удар. Ну, в принципе, не знаю. Пэнс фэн. Тут немного непонятно. Ну, Писбург фэн, да. Все, что я думаю, так. Эээ, ну. Пусть будет уж такое название у канала, потому что логика 3000 это еще старое название канала, а я перезагружаю канал полностью. Удалил видео, рояль, кастл краш, там. Что еще было? То есть я помню абсолютно все, я не помню, что я еще там снимал. А, Shadow Fight 2 было. Пара видео. Shadow Fight 3 вроде бы пытался, но не знаю, загружал, не загружал. А Бонни дичайшая логала, когда еще я записывал, когда, ну, он и так логал, когда я не записывал, когда записывать начинал. Shadow Fight 3 настолько логала, что просто можно играть невозможно. Это как с вяз, так и режимом. Да, вроде бы есть. Поэтому следите по... Поэтому следите за информацией о выходе видео именно в сообществе ВПК. Я там буду выкладывать все, что, можно так сказать, интересно, надо и нужно знать. Бавно. Первый период сейчас закончится и мы начнем. Ну что ж, первый период закончился и мы приступаем. Длинный сезон. Вот тут команд много. Все команды, которые сейчас есть, кроме новой команды, это Vegas Golden Knights. Ну, я не знаю, я думаю, ну, Питтсбург тут сильный, ну, я хочу играть за, ну, за имение славы. Это, ну, если ваша конкретность, не обладатель кубка Стэнли, поэтому пусть уж поиграем за них. Этот сезон, следующий сезон, думаю, сыграется Питтсбург. В Питтсбурге я многих знаю, а уже никто не о многих знаю, после того, что было. Ну. Начинаем так, про уровень, ну, сложность там, хотя это без разницы, просто быстрее все будет с правилами это. А сайта про просы, ну, матч 6, наверное, потом еще что можно поменять. Ну, что ж, первым у нас матч, у нас 29 матчей будет, потом плей-офф, и тут проходишь наши лучшие команды. Да. Итак, Аризона Койотис. Ну, они послабее нас, и я не хочу просто долгое видео делать. Сейчас, 6 минут матч, быстро, скоро 6 минут, я не знаю, сколько это, точно матч пройдет. Кэм, 7, ну, короче, 7.45 примерно, начало матча. Нет, стоп. Сейчас мы отсчет че-лим. Ну, в общем, короче, 8 минут мы начали. После первых 8 минут, и... Оп, выигранное выбрасывание. Ай, ребят, я вам забыл. Ну, на воротах у нас Филипп Грубауэр, запасной голкипер был. Ваши, кто-нибудь, он расторг, контрракт, и... Че там шайба не залетает? Вот у Горизона мне там некого отметить, и... Сейчас, че просто, чтобы... Было выбрасывание... Да. Отлично, они входят в мою зону, я... Сейчас войду тоже. И просто выброшу отсюда, да. Вот, проброс. И теперь у нас будет выбрасывание в нашей зоне, и я вам сейчас на этом покажу, кто у нас кто. На воротах у Аризоны Антираанта, это их основной голкипер, так... Итак... Здесь... Так, стоп. Вот это вот у нас будет... Ну, пусть Ларс Эллер, автор победной шайбы в последнем матче. Это у нас Дим Арлов на защите. Бэкстрем, Овечкин, Кузнецов. Ну, думаю, многих вы знаете. Здесь... Здесь... Оливер Экмен Ларсон, Дерек Штепан, Люк Шен... Эм... Макс Томми, и... Олик Штепан.. Алекси Калигуршкин. Я и... Не знаю. Просто я... Всех... Кого знаю по режиму... По... Играм Энхэллос... По 17 суперкарт. У меня PlayStation. Ну, там я настоящий Энхэллосем 18 играть не могу. Ну чтож. И. Идет в атаку. Гол. Дмитрий Орлов. 1-0. Вашингтон капитал. Открывает что-то до матча. Играем в Аризоне. Ну, на домашней арене Аризона. Ну чтож. Отлично. Кстати, это играть без Wi-Fi в эту игру, потому что с Wi-Fi тут реклама много. Ну, без рекламы лучше. Backstrom. Овечкин. Овечкин удар. Аризона. Куличес, потому что она вообще не прошла. По-моему, это худшая команда. Или Баффало. Ну, Баффало или Аризона, я вот не помню. Удар. А, я, кстати, еще хотел с вами обсудить. По хоккейной аналитике, я не знаю, сегодня сделаю или... Ну, в принципе, я думаю, это особо не волнует некоторых. Но мне, как журителю все-таки лиги, местная команда Динамо Рико все-таки волнует. Мне вопрос с этой темой. Гол! Овечкин, 2-0. В Вашингтон, Капитал. Ну, не знаю, я, в принципе, думаю, надо это обсудить с вами. Ну, а потом уже высказать свое мнение в ВК или в комментариях на Ютубе. Я буду кидать ссылки. Все-таки мне... Ну, не знаю, если уж кому-то, блин, очень надо. Ну, да, сначала на Ютубе смотреть, а потом я уже через пару дней буду скидывать туда ролики, загружать эти ролики на сообщество. Договоримся так. Я их удаляю, у себя с телефона, потому что это много занимает просто памяти, а мне, понимаете ли, надо экономить экономию. Кузнецов. Овечкин. Штанг гол! Ух, вы увидели, да? Просто в штангу попал, и там на линии было, но... Слышки перешла линия, шайбу ее садить тело. 3-0. Бэкстрем. НИКЛАС! Кузнецов. Ну, ребят, кстати, если вы прям хотите, я буду... Я нарую информацию обо всех игроках, как я могу обо всех рассказывать. Иван Хэлл, и тут. Если вам уж так захочется, я сделаю опрос. Если захотите, я сделаю. Ммм, да, кстати, кстати, я планировал еще делать рубрику обзора сборных по рейтингу. У меня есть калиней... Кажется, гугл за 15 секунд и коса, овечкин. У нас передача Орлова, кажется. Да, ну... Еще обзор... ...История сборных. Обзор историй сборных некоторых. Ну... ТОП-50, зайдите на сайт Международной Хоккейной Федерации. И там есть рейтинг команды. После первого периода, что у нас? 4-0. Счет 19-1 по броскам, лишительный удар по воротам. Нашего Филиппа, грубо говоря, нанесли хоккей стали зоны. Владение шайбы 73 на 27, то есть... На 27, то есть... 73% мы владеем шайбой. То есть, представляете, как мало Аризон. Мне вообще достается... Вот эта вот шайба достается, как мало. Передача 3-14. Мы ни одного точного паса не смогли сделать ни разу. А... У Аризона 71% передач был точной. 5-1 по броскам, мы 5 выиграли. Аризона лишь одно. И один проброс был, но это был вынужденный с нашей стороны. Потому что я должен был вам обсудить. Ээээ... Так сказать, с вами... Обсудить. Вот, кстати, вторые сберения сидят. Тут... Как видите. Судья наши... Ну, кто вообще следит вообще за игрой, просто вот он должен следить. Он обязан вот тут вот счёт нам показывать, правильно за временем следить тут. И вообще, это статистику лучше печатать. Продолжаем. Попробуем, что я сделаю, чтобы... Про сборную Кувейта по хоккейу я даже не... Я даже не знаю, в курсе вообще, что это за сторона такая или вообще, что это. Я... Ну, если вы его хотите, чтобы я заснимал... Я засниму. Вам я приеду, наверное, по всем ссылкам, которые будут ещё в нашем рассказе. И мы подробно почитаем. В каждой команде. Может, это уйдёт хоккейная аналитика. Не, хоккейная аналитика у нас будет другую. Мы будем обсуждать некоторые новости, некоторые интервью, какие-то темы. Ну, пока что ничего вопиющего нету, кроме, конечно, ситуации с нашим клубом Динамо Рик. Просто вопиющий. Такой, господи. Кузнецов. Удар. И штангу там попадает. Наталов. бэкстрем в то время это просто пешим хитонули боже, как все это отлетает прям отлетает варселлер, кстати, ее вообще не слышно даже не видно ее сегодня так вот сейчас засветился он кузя овечкин кузя давай, как у тебя есть на местах вперед на бэкстрема, бэкстрема 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 эллер никлас бэкстрема я уберу мне legendary бэкстрема 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 бэкст?? Все стараются забить, может, должен это врань, все равно не поддается. Ну, что у нас после второго периода, посмотрим. 4-0, 41-1 по броскам по ротам, то есть как нанесли в первую периодику этот удар по ротам, так и все. Больше даже не смогли нанести ни единого удара, то есть у группы вообще он просто матыхает. Никаких вообще, мы не торкнем, никого напрямую. 6-9 по хитам, то есть нас выше портовали. 67-33 по владению шайбой, уже резонно немного больше залов владеть шайбой и какие-то меня создавали, но до удара не доходило дело, потому что все надежно было в повороне. 2-32 по пасам, 44-66 точность. Ну, в принципе, вам тут все видно. Вот тут вот я... Это голы, удары по воротам, силы приемы, владение шайбой, пасы, точность паса, брасывание, 6-2 по брасыванию выигрываем. У нас больше. Один офсайд у нас и один проброс. Вот пробросы, офсайды. Ну. Кнопочка. Типа, уйти из игры вообще. И кнопку приложить матч. Тут меняем игроков, чем я. Не помню, я еще пользуюсь. А его, в общем, без разницы. Разберетесь. Удар, пасть. И мы выигрываем в прасывании. Лар Сейлера. Гоу. Бэкстрем. Ну, это было неожиданно немного. И попадание. 5-0. Ну, хоккеисты, как смотря, чувствуют себя вообще безнадежно. Они не могут ни до момента. Нормально. Все блокируется. Кузнецов. Овечкин. Иран-то там на линии, блин. Еще чуть-чуть. Ларс. Убирает одного и там Кузя, где, блин. Это шайбы. Кузнецов. Ну, просто шикарно попал. Шикарно. Кузя хорош. Жаль, тут птички нету. Птички, Кузнецов, наверное. Один-то там вообще с оборотом непонятно, что я делаю. Что он там делает? Непонятно. Так. Кузнецов Овечкин, тупифа. Не удалось немного там. Все должно быть по-другому. Это отлично тактика работает. О-о-о-о-о-о. Сейчас удар по воротам. Ух. Второй удар по воротам. За матч. Бэкстрем отвечает. И еще чуть-чуть. Схитует и раунд. Забирает шайбу по себе. Ой, какой обвод канаст. Кузнецов быстро забирает шайбу и бьет. Разошлись какие-то резоны. Еще и еще. Хочется. Знает, что можно пройти. Ой. Тут. Бэкстрем поймал наш пас. Кузнецов. Кузнецов. И просто он уже просто въехал уже. Просто. И второй спирер. Ес. И 7-0. Вашингтон. Впереди. Ну. Аризон. Конечно. Хотелось им править. Но Филип подыграть надежно. Кузнецов. Кузнецов. А хэтрек на меня сочник не отметился, по-моему. Не знаю, если следите за... В общем, моим... Комментированием. Я ж сам не замечаю. Овечкин. Еще раз! Ларвстейлер хорошо встречает Кузнецов, хэдтрик точно, у Кузнецов уже точно хэдтрик есть, просто как-то, ну перегонечко так по-моему, 8-0. Нашим мечем. Не купился еще раз. Моему, что-то мотал пас. Дошла передача, что она не засчитает. Байксером объехал и ударил, у него тоже хэдтрик, по-моему, есть. За 30 секунд до конца, ну может еще забьем. Так, 10-ю для красоты. И мы еще в такое время можем полиграть, что, в попрасывание? Нет, ну мы выигрываем. Так вот нас хитуют. Ааа, ну залетело бы там 50, а то нет, не было бы. 9-0 по заброшенным шайбам, 66 против пяти ударов по воротам. Грубо говоря, на ноль сыграл, хороший начался он для нашего бэкапа. Брейден Холби у нас пока отдыхает. 15-15 по целым приемам. 65 на 35 владение шайбой. 16-46 передачи. 56 на 70 точность. Точнее, были в истории зоны. У нас более половины передачи дошли до цели. 13-2 по выигранным впрасываниям. Так же, на впрасываниях у лизуны не было против нас шансов. Два сорта с нашей стороны было. И решили проврос. Следующий соперник у нас сильный. Это Бостон Брюинс. Ну, после трех матчей мы просмотрим статистику подробнее, кто на каком месте и кто как. Очень сильная команда, как вы видите. Играем в Вашингтоне. На воротах у нас, ну пусть Филипп грубо говоря все постоит. Пока не столь важная встреча у нас. Ну и сейчас мы все ж таки вместо. Сейчас я вам покажу. Так, тут у нас. Может тут игрок там. Ну пусть. У меня сегодня будет Деванта с Митпелли. Здесь мы поставим. Тома Уилсона. Линия атаки не меняется. С Дэна Хара. Патрис Бражерон. Брэд Маршат. Давид Пастерняк. И Давид Крэйч. Включаем. Видео тут полчаса. Непонятно. Почему. Витч. Хорошо. Хорошо начинает наша свежая линия обороны. Тома Уилсона про активность. Но. Пафсайд. Пас. На Кузнецова Кузнецов. На воротах. Кстати на воротах ту краска самая голкипера. Тома Уилсона. Впудобина не станет. Ну. Это чисто моя фантазия. Чисто в этом. Не надо. Это обязательно. Или потом мне предоявлять плитонистов. Типа такого тут нет. И вообще. Как это нет. Неправильно. Ну. 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 Гоу. Ловечкин запихивает. Что я ворота ту краска. Ну второй раз. Так. Кузнецов. Просто что они вообще делают. Где я иногда и не понимаю вообще. Вот сейчас момент. Пастельняк. Перехватываем и. Даванта Смитпелли. Что надо? Кузнецов. Пастельняк. Новичкин. Паст. Какой сейв сейчас круговар совершил. Пастельняк. Ну. Фух. Пастельняк. А вот. Свух. Пастельняк. Пастельняк. Ну. Пастельняк. Сейчас мы треслитером убираем И какой угол сейчас был? По моему, он... Брать наршат Ну я такая Вот с этой стороны был, да? Давайте это нанесем Том Уилсон И штанги Ну там красиво он всех обошел Сегодня еще плей-офф У нас с вами, ребята Плей-офф FIFA Mobile Не знаю, выигрыш или... Ой, это у нас... Никлас Бэкстрем Да Не знаю, не столько видео Ну давайте Трендфикер сегодня В следующий раз Три будут... Иначе это все очень долго затянется Это видео и... Толм не еще... Ну и-ой-ой-ой пастерняк Пытается просто сравнять счет, но... Ну вот идём в атаку, и у нас Никлас Бэкстрем и 4-1, только ничего не может сделать с такими атаками, как оказывается. И перехват Оветочкин, Пэкстрем пытались схватить шайбу, Пастерняк, и снова неудача. Оветочкин просто вперёд уже, бежит, едет вперёд. Что у нас после первого перемира? Соберемся в кучку. Так, 4-1, счёт у нас. 21-5 ударов поворотом, 4-6 у нас силы приёма, 59 на 41 владение шайбой, тут я больше владею. Я думаю, что доминирую. Бостону тоже перехваты делают опасные регионы. Пасы 3-18, у меня точность больше. У меня 67, у них 39 процентов из 18 заходит, у меня 67 процентов от 3-х заходит. 5-2 по выигранному сбрасыванию, мы больше выигрываем. И 1 офсайд был сафиксирован, слушайте. Ой, 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 что я сняла? Уилсон. Объезжает качественно оборону их, не везёт соседникам. Крейчи. Не надо было так долго стоять и ждать, когда что ударишь. Экстрем. Перехватывает, снова бьёт. Овечкин. Овечкин снова бьёт. Кузнецов. Быстро надобить из ТНХ, раздобивание. Вторая шайпорота Филиппа. Группа Вера залетает и вторая вообще за всё. Окей. Пастерняк ударил, а Хара там уже просто подъехал и... Украл шайпорота куда надо. Добил шайпу. Смит Пелли. Удар. Овечкин. Ну просто вот так вот. Такая вот шайпа залетает. Смит Пелли. Смит Пелли. Смит Пелли. Смит Пелли. Смит Пелли. Карагол. Кузнецов Ой, поэкстрем Кузнецов Смитпелли Бэкстрем И просто хара, хат-рик У него степивание Это вообще стартирное Они близко к тому, чтобы сравнить счёт Пытаемся подемонстрировать Свои навыки Вперёд, Кузя Что ж такое-то А сейчас проброс может быть Да И бросование в их сонне Это огромный шанс На то, чтобы мы забили На то, чтобы мы можем забить сейчас Я считаю, я, кстати, решил, что Лучше чуть-чуть загружать По-моему На Ютуб, потому что на Ютубе Ну Потому что я на Ютуб тоже заливаю Но, блин Ребят, вот просто Немного неудобно И гол 5-5 Берджерон Все-таки добивается 5-5 Бостон Удар Смитпелли Нас спасает То, что сейчас конец Пару пельё За это Нас спасает Потому что 6-3 пропущенные шайбы Ну 5-5 Счёт 41-16 Удар и поворот 10-17 Человек Пельём 52-48 Владимир Шайба 9-40 Пасы И 89 на 58 Точность У нас практически Все передачи 89% Из 9 Передачи Просто доходят На 58% 40 Передачи Будет точными У хоккеистов Бостона 10-5 Выгодно В раз У него Два Раза Выгодно Два С нашей Тороны Едем К вопрос У Бостона Был Попались На крюшку Бэкстрема Тук Раск Раск Снова Спасает Бэкстрем Штанга Там Была Встанга 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 А ведь Час на воротах За воротами Помню Понятно В чем там Дело А в сайт снова. Неудачно въехал там и кузнецов. Какой же сейчас был сейф. Вночнул и в 6-5 хара снова своим добиванием и уже был покер 4 забросим шайбой, мы не можем забросить шестую им. Они забрасывают навык. Кузнецов! Блин. А вещам в ручьи-то придумал. И гол, шестая шайба есть, Никлас Бээкстрим, ну. Это обычно работает, если там не тупо сыграть с ней. Надо сразу. Игорь Негода. Ну что ж, атакуем Том Уилсон. Бросать не по борту. Да уж. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Только нападающие сегодня могут убить. Так получается у нас. Маршат. Игорь Негода. 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 Кто спасает? Игол! Деванта Смитпелли, да, по-моему, это был он, и защитник забросил. И Деванта, по-моему, забросил в седьмом уровне. Похоже, это решающая. Шариба победа с 8 секунд до конца. Ну что ж, и конец матча. Напряженный бы толстый матч, мы даже проигрывали. Но, в итоге, Деванта Смитпелли с задним ударом до 90-х ударов попал. Слушал, счет 7-6, 163-23, 19-25, 53-47 владения, 15-58 паслы. У нас в точности 80%, у них 62. Были набрасывания 15-8, 6 офсайтов с нашей стороны, и один проворос у них. Матч играем с Баффало, и как раз это будет один матч на следующий выпуск. Челлендж у нас есть, насколько максимально таким, ну, попробуем выиграть с максимальным, как кажется, счетом вообще. Думаю, вам будет интересно. Баффало одна из слабейших команд в этой игре, если не самая слабая. Ну, вот, с ней мы и сыграем все 15 минут, и просто будем плейсинговать, атаковать, посмотрим, сколько же бросков и сколько вообще голов мы сможем забить. Ну, а на этом все, и... Видите следующий ролик. Субтитры создавал DimaTorzok